От «Рамштайна-2» чего ожидать и нам, и от России, ну от реакции? Я думаю, я думаю, что что касается «Рамштайна», там обсуждают вопросы, мне кажется, конечно, военных поставок. И я думаю, связанных именно с бомбежками. Я думаю, что сейчас спор идет тяжелейше, нам об этом не говорят, по поводу ракет «Патриот» и вообще противовоздушных систем, которые, по-видимому, просит очень сильно Украина. И чтобы это поставили в таких масштабах, чтобы можно было прекратить бомбежки Украины. Я думаю, об этом не говорится публично, но это сейчас тяжело обсуждается, потому что, ну если поставить нужное количество систем, а неизбежно, если их поставить, придется за пультами будут сидеть инструкторы, тоже американские, европейские, натовские. То, конечно, бомбежки Украины прекратятся. А от России? Ну вот, опять-таки, сейчас какую песню запоют на федеральных каналах? А на каналах они уже ее поют, что мы воем со всем миром. И следующая песня будет, вот смотрите, 42, ну сейчас уже, кстати, будет расти число стран, присоединяющихся к этим райнштаймовским посиделкам, будут говорить, что пора прекращать войну. Это очень скоро уже. Как только они захватят Северодонецк и там продвинутся до Краматорска, вот здесь вот, они скажут, нет, давайте теперь начнем возобновим переговоры, зачем нам вот это вот все, вы что хотите, кровопролитие? И вот эти люди собираются, чтобы убивать, чтобы гибли мирные люди. Сейчас начнется именно эта песня, безусловно. А вот тут, кстати, очень интересный момент. Мы же, когда Россия начала говорить, что вот страны НАТО, все воюют против НАТО, это злобная Америка. Тут Рамштайн собрался, и все поняли, что на самом деле не только страны НАТО, далеко и те, кто не являются членами НАТО, то также, да, 43 страны. Ну вот сегодня посмотрим. А вот это прощупывание того, насколько россияне будут готовы к капитуляции. Мы же помним Ходоренок, да, что говорил Ускобеевой, что якобы, друзья, может быть, давайте подумаем, мы понимаем, что нам уже не выиграть, давайте искать какие-то пути, может быть, отходить, может быть, что-то там. Ну, как бы, это реально было прощупывание, и как на это отреагировали? Но, смотрите как, ведь Ходоренок говорил это самое и до войны, до начала. Вместе с Ивашовым они говорили одно и то же. Военный эксперт, напомним, да, зрителям военный эксперт. Да, он работал в генштабе, он работал в штабе ПВО, он ракетчик, да, такой, ну, системы ПВО. Потом он пришел в генштаб, да, и РООС там, он дошел до полковника, ушел в отставку, но, безусловно, там бывших тоже не бывает, и Ивашов, и вся эта команда, которая, значит, наставила на том, что это самоубийство, вообще операция в Украине, я думаю, они при своих остались. Другое дело, что такие люди никогда ничего не говорят просто так. Им разрешали это говорить. Конечно, ну, безусловно, потому что Ходоренок потом, когда уже начались боевые действия, он там покаялся чуть-чуть, вроде как вы не думайте, я вот тоже за все, за хорошее, но продолжил, в общем, в том же ключе. Ведь что он говорит? Вот для того, чтобы понять, специально ли запускает Берлагу, как говорил в великом произведении Илья Ильич Петров. Он говорит о том, что не надо обольщаться. Вот эти шапкозакидательские настроения, вы очень наивны, против нас воюет весь мир. Говорит, что действительно так. А как не весь мир, если посмотреть на базу в Рамштайне, кто сидят, какие министры обороны. Во-вторых, что не надо, пожалуйста, изображать украинцев, что они тут уже готовы покидать, что их в землю, давайте мы все русскими будем, и вообще уничтожим украинство и так далее. Что этого не будет, они очень сильно мотивированы, говорит он. И они будут воевать и готовы умирать и так далее за свою родину. То есть, ну, тоже банальная вещь, совершенно очевидно. Идиоты, вы что, этого не понимаете, да? Ну, Скобеева от нее чего ждать. А, значит, и третий тезис о том, что выиграть нельзя. Выиграть нельзя, это значит, что надо договариваться. Нужно как-то пойти на попятную. На каких условиях, ну, как бы это ни обговариваться, на каких условиях. Вернуться ли к ситуации 24-го или еще чему-то, это уже боятся они такое говорить. Потому что это пораженческие настроения, это статья 207.3, антифейковая, и могут вообще залепить до 15 лет. Но сам факт, то, что эти настроения существуют, ходаренки отражают. Но вот, что самое интересное, а Стрелков, тот, который Гиркин, да, террорист, он себе позволяет такое говорить, вот эти пораженческие настроения. И тут возникает вопрос, а кто ему разрешает? ФСБ разрешает? Это часть борьбы между Минобороны и ФСБ? Или как? Или это что? Или в общей конторе? Нет, 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 там нет общей конторы. Вы заметите, они по-разному говорят. Они по-разному говорят. Вот Стрелков, он полковник ФСБ, да, бывших там не бывает, потому что, не дай бог, он раскроет как-то не так, и он будет покойный полковник ФСБ. Там с этим, знаете, очень строго. Он ходит на Лубянку к своему куратору, он должен отчитываться, с чем ты занимаешься, с кем встречаешься, пишет рапорта, контакты, кто на тебя уходит, кого ты там вербуешь и так далее. То есть, вы там, там не пошурудешь. Но вы заметите, что говорит Стрелков, он говорит, во всем виноват Шойгу. Говорят, военные виноваты, они не умеют воевать. Слышь, да, верховный главнокомандующий, вот вы не тех, не то, а воевать надо по-другому, да, надо все захватывать Украину, но по-другому. Что говорят Ходоренки? А Ходоренки говорят, а ведь неправильно, с самого начала все было, зачем вы имеющимся возможности невозможно победить? Вы ничего не дали армии, да, не дали генштабу, а теперь с него что-то требуете, а он не может дать. Каждый защищает свое. И, безусловно, Стрелков является частью системы Лубянки против Минобороны. Да что это в конечном итоге делается? Ну, чтобы себя снять ответственность, переложить на кого-то другого. ФСБ хочет от себя отвести ответственность в сторону армии, в сторону генштаба. Генштаб хочет отвести от себя. Еще месседж, тоже Ходоренка, о том, что, друзья, войну всегда побеждает та сторона, у которой сила духа выше, сильнее, и страна, которая хочет победить, они всегда побеждают. А тут можно проследить тот месседж, что, возможно, давайте россияне больше будем сплотимся, будем больше идти вперед, и все, и вот срочники, несрочники, и так дальше. То, что, собственно, и добивается Путин, но пока не оглашает. Может быть, в этом тоже есть смысл? Что вот посмотрите, какие украинцы, и что происходит сейчас. Вот мы будем такие же, и пойдем, и как дадим тем танкам 70-го года, и все у нас будет супер. И военкоматы горят. Ну, реально. Вот, военкоматы говорят, а что вы мобилизацию-то не объявляете? Как раз армия-то и хочет прикрыться мобилизацией. Это не мы, это вот как бы, вот вы же набрали людей, а они не хотят воевать. Это тоже интересный был бы момент, да? Ну, подыхать-то никто не хочет. То есть, все эти разговоры бравурные, уропатриотические, они до момента, что как гореть в танке? И сразу броситься к компьютерам. Начинает, уже этот процесс идет. А что, реально горит человек? Ну, конечно, горит. Это что ж, я так сгорю? И у меня тут пиво, чипсы, лето начинается, а я куда-то мобилизовываюсь. Нет, безусловно, власть не пошла, хотя именно военные настаивали на мобилизации. Сейчас говорят, что некие другие силы, но я понимаю, почему военные. Потому что им дают мясо, вот это все, да? Они его кидают, значит, трупами выстилают себе дорожку и говорят, ну что делать? Большая война, воюем со всем миром, да? Либо, если вы не даете нам мобилизовать, да, там, ну, 20, 30, 50, 100 тысяч человек, ну, мы, значит, делать ничего не можем. Мы воюем с народом, с украинским народом. Там, там, а он, 40 миллионов, конечно, они могут поставить, он же что сказал, Ходорев, да миллионы. Он повторил фразу Резникова, да? Ну хорошо, а если не миллион, а если 500 тысяч вооруженных, вот, европейским, американским оружием, мотивированных граждан Украины. То есть, пытаются сказать, что мы не можем теми имеющими силами добиться исполнения задач, выполнения решения задач, которые поставлены главнокомандующим. Вот о чем речь. То есть, снимать с себя ответственность раз за разом. И я думаю, что мотивированность, это как раз аргумент в пользу того, что мы же, как бы, пытаемся захватить Украину, которая этого не хочет. И что мы будем делать с этим народом, который мы захватываем, а будет нас убивать и дальше. Вот, тем более, количественно, понятно, нация огромная, 40 миллионов, вы что хотите? Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, не случайно он упоминает эту мотивированность, учитывая, что в российских СМИ, вот вчера, например, буквально, этот идиот, этот Соловьев, цитировал мой канал вместе с Арестовичем, придурок этот Соловьев, с такими же придурками, которые принимали участие, они показали сюжет какого-то из дней войны, наш разговор с Арестовичем по поводу операции на Востоке, что вот на Бахмут идет направление от Попасны и так далее. И они радостно, вот видите, видите, уже как бы признают, уже близко победа, они же вот же воевать, типа, не хотят в СУ и так далее. То есть, понимаете как, это нарратив, который сверху подается, что все, все сдаются, в Мариуполе сдаются, это сдаются, тут воевать не хотят, ТРО бросают там на передовую и так далее. Это все в ту же кассу. Прекратите воевать, вы воевать не хотите. То есть, пропаганда пытается так или иначе собственному народу сделать не страшно эту войну, что вот-вот завтра уже мы захватим все, что хотели. Вы видите, они даже воевать не хотят. То есть, это, конечно, для внутреннего употребления, что на Украину это впечатление не производят. И я думаю, в этом же направлении они будут дальше тащить. Признать реальную мотивированность украинцев защищать свою родину они не могут. Тогда зачем? Все. Ну и в любом случае, не просто так появляются такие люди в эфирах, топовых эфирах пропагандистов, потому что это точно бьет. И, ну, посмотрим, посмотрим, как и люди отреагируют. Спасибо вам, Марк. Спасибо большое. Марк Пегин был с нами на звездку. Российский политичный громадский деятель. Редактор субтитров А.Семкин